Ну что, это наш первый раз, мой первый раз самый в Fiji Max, именно в Трампе, так что посмотрим, что у них здесь есть в ассортименте. У нас средства по уходу за кожей, вы знаете, меня привлекло именно этот набор, это вообще Jossim Run, у них невероятно классное масло для лица, оно как бы взбитое, да, это все стоит 40 долларов, и здесь вы получаете body scrub, scrub для тела, масло для лица, взбитое, в общем, тут все очень круто, я думаю, что я его возьму. Только тут, который более посвежее выглядит, все, в принципе, не все одинаково, но вообще, да, это очень классная покупка. 24 доллара, что у нас тут? Эту сумку я видела у одного из ютюберов, вот, она невероятно классная, в нее перемещается абсолютно все, наверное, я ее возьму на сверху. Все салфетки здесь гораздо дешевле, и я вижу салфетки от Clinique, 50 штук, стоят 8 долларов. Считаю, беру от NetraGina салфетки, они очень хорошие, вот, пропустим, салфетки от бренда First Aid Beauty, здесь, получается, 25 штук, и они стоят 3,99. И что-нибудь здесь интересненькое, что-нибудь, знаете, такое дорогое, что можно сэкономить, купив это здесь. Какой-нибудь известный бренд нам хочется найти. Если честно, я даже ничего не вижу из таких вот прям супер известных брендов. Я знаю, что этот крем невероятно хорош, он очень вкусно пахнет, это с козьим молоком. Крем для рук, Rata & Co. Косметика, если честно, я здесь уже прошлась, и меня ничего не впечатлило, просто потому, что здесь ничего нет такого, чтобы, знаете, сказать, вау. Да, здесь есть NARS, у нас всегда есть, в принципе, в DJMAX стила. У меня есть один из именно вот этих вот, как он называется, хайлайтеров, с румянами вместе смешанные они. В общем, да, ничего такого прям супер, посхитительного нет. Такие очень посредственные бренды, которые, в принципе, вы можете найти в любом DJMAX всегда. Так что, тут есть палетки от Mayka Prevolution, довольно старые, старые. И единственное, что я, наверное, нашла интересного, это вот такая палетка от Becky. Это палетка хайлайтеров, я так понимаю, стоит она 20 долларов. И здесь у нас, ну, в принципе, хорошие оттенки. Также я нашла палетку от Sephora Pro. Это вообще палетка именно, как, знаете, скульптурирования. В общем, такой вот тут момент выбора с косметикой. Маска Dr. Jared. Они очень популярны были какое-то время, ну, блин, посмотрите. Одна штучка стоит 7 долларов, и это у нас маска для того, чтобы успокоить кожу. А мы что-нибудь возьмем именно для сияния. Вот, маска для уменьшения пор. И, так, что у нас тут еще есть? Brightening Mask для сияния, как раз-таки это для увлажнения. Я возьму, наверное, для сияния все-таки, потому что сиять хочется всегда. Тут невероятно огромный выбор вещей для спальни. В общем, я пришла за этим сюда, и, как вы видите, у меня уже здесь целая корзинка непонятных вещей для красоты. Но, ребята, здесь, если что, посмотреть, а цены, они вообще просто тут шикарные. Я вам покажу еще, что мне понравилось больше всего. Он выглядит невероятно красиво, как мне кажется, и он невероятно тоже мягкий. Стоимость его 59 долларов. 60, ну, с налогами плюс-минус там 5 долларов будет. Спасибо, ребят, что дошли до этой части видео. Я хочу поделиться сейчас своими покупками, которые я сделала в TG Maxx. Первое, о чем я вам говорила, что я приобрела, это вот такой набор от Josie Moran. Самый популярный товар, это именно взбитое масло, органовое. И я сказала вам, что он стоил 40 долларов, но на самом деле он стоил 30 долларов. Вау, это вообще очень дешево. Смотрите на эту красоту. Что мы тут имеем? Мы тут имеем, конечно же, само масло, взбитое для тела, для лица. Масло для лица, оно в очень большой упаковке, его хватит вам, ну, не знаю, на месяца 3-4, полгода. Невероятно вкусно пахнет, супер увлажняющее средство. И я его наносила именно как тритмент, как процедуру пару раз в неделю, как дополнительное увлажнение. И оно невероятно классно на коже ощущается, не дает никаких непонятных реакций. Мне очень нравится. И тут написано, что наносите это на лицо днем и также ночью после очищения. Это с арбузом, и я понимаю, почему оно на распродаже, потому что не очень многие американцы, на самом деле, почему-то любят именно ароматизированные товары, ароматизированные крема. Наверное, поэтому оно там, но я ничего не имею, на самом деле, против ароматизированных средств по уходу за кожей. Почему нет? Как раз-таки очень приятно, когда вы вкусно пахнете и, в общем, ощущаете это. Мне нравится. Я ничего не имею против этого. Вот такая огромнейшая банка. Просто она огромная. Здесь у нас, кстати говоря, 240 мл. Это у нас крем для тела. Он у нас тоже, я так понимаю, с ароматом арбуза. Ах, какой свежий запах. На вид обычный крем, он ничем не отличается. Он никакой не гелевый, понятное дело, потому что это крем для тела. Очень классно ощущается. Не липкий, он прям идеален для лета. Хоть я и всегда говорю, идеальное то, идеальное все на лето. На самом деле, почему именно это идеальный момент на лето? Потому что он не липкий. Вы не хотите быть супер липкой, нанося какое-нибудь средство для тела. Потому что, ну, все-таки у вас части тела многие открыты. И как бы, да, это не очень круто быть липкой. Когда очень жарко, вы потеете. Ну, прям, м-м. Следующие два средства давайте мы начнем вот именно с этого скрабика. Он тут просто настолько хорошо сложен в этой упаковке, что его даже сложно достать. Вот так оно выглядит. Невероятно красивая баночка. Прям, вот, знаете, произведение искусства. Его даже не стыдно положить на туалетный столик, в ванную. Оно очень красиво смотрится. Давайте мы его понюхаем. Понюхаем. Ох! Что-то даже есть от арбузного аромата, но он не такой, конечно, ароматный, как предыдущее наше средство. Кстати говоря, текстура, хоть это и сахарный скраб. Сахарные скрабы, они все, в принципе, довольно-таки жесткие могут быть. Но этот не очень жесткий. Он очень даже такой приятный, когда его пытаешься наносить на кожу. И самое последнее, это у нас вот такая помада, которая шла вместе с набором. Такая упаковка, просто из нее реально очень сложно что-то достать с легкостью. Помада, невероятно красивый дизайн. Прям очень дорого смотрится, надо сказать. Мне интересно, как она будет сводчиться у нас. Такой очень красивый летний оттенок помады. То есть он не слишком какой-то красный, как это было на упаковке нарисовано. Очень даже прикольно смотрится. То есть не какой-то супер такой, знаете, яркий оттенок в вырове глаз. Нет, он очень спокойный и очень универсальный, кстати говоря. Подойдет любому цветотипу. Следующее. Вот такая вот масочка от доктора Джард. Если честно, я ни разу в жизни не пользовалась этой маской. Она достаточно была знаменита в свое время, кстати. Потому что эта маска, она как резиновая. Вы разводите ее в воде, я так понимаю, и наносите на лицо. И, в общем, она засыхает и превращается в такую резину на вашем лице. И вы ее благополучно убираете с лица. Эта маска предназначена для сияния. У них есть абсолютно разные виды этих масок. Стоит она 6,99. Плюс налоги, естественно. И так она стоит в розничную цену 12 долларов. Мне кажется, даже она больше может стоить. Давайте мы так. Окей, здесь у нас есть такой шпателек маленький. И вот так выглядит сама масочка. Попробую обязательно, я вам скажу, как маска. Потому что, блин, я люблю пробовать всякие такие новые вещички. Особенно, когда ты покупаешь их за очень дешево. Следующая. Вот такая паста, которая называется Green. И она вообще из Новой Зеландии. Мне, на самом деле, всегда нравится покупать что-нибудь новенькое из других стран Европы. Ну, я люблю американские товары, но иногда очень интересно что-нибудь купить из другой страны. Продукты, созданные в других странах, они немножко более интересны, потому что все-таки у людей другой вкус там есть. И поэтому я люблю такие вещички. Так, кот к нам пришел. Привет, Чарли. Как дела? Say hi. Say hi. Say hi. Эта паста, она предназначена именно для профилактики зубного камня, всего что угодно. И у нее невероятно натуральный состав. То есть, здесь нет никаких фосфатов, сульфатов и так далее. В общем, стоила она всего лишь 4 доллара. Тогда как, если вы покупаете какую-нибудь американскую пасту в Marshalls или в TJ Maxx, она может там стоить долларов 5. Эта же стоила 3,99, да. То есть, это очень даже хорошее предложение. Поэтому я буду ее пробовать и посмотрим, как она на вкус. Здесь у нас имеется прополис, здесь у нас имеется морская соль, манука экстракт. Экстракт мануки, да, это у нас мед. Это у нас мед новозеландский. Поэтому буду пробовать. Невероятно интересный бренд. Я его даже ни разу не видела ни в одном магазине, если честно. Поэтому иногда мне нравится ходить в какие-нибудь магазинчики такие, где, вот знаете, все вроде как дешевле, но там есть уникальные товары. Поэтому вы тоже это делаете иногда, чтобы, знаете, расширить ваше знание о других брендах. Следующее, я купила вот такой дезодорант от бренда Nourish Organic. И он органический, понятное дело, из названия. Здесь нет никакого алюминия, и он невероятно пахнет ванилью. Просто это такой классный запах. Я когда понюхала его, я такая поняла, что нужно это все брать. Обычно дезодоранты все-таки не так пахнут приятно, скажу я вам. Поэтому, да, что-то он не выходит у нас вверх. Он такой вот у нас коричневатый. Интересная текстура, однако, хочу вам сказать точно, что однажды я купила такой же органический дезодорант. И я была немножко расстроена, потому что у него очень были колючие точечки в нем. То есть, когда вы наносите его, у вас то ощущение, что скрабируется подмышка всегда, каждый раз. Особенно, если вы бреетесь. Следующее, я купила вот такой вот ободок, который называется у нас Natasha. Бренд Made in China. Но почему Наташа, я так и не поняла, если честно. Но он невероятно красиво смотрится. Что очень важно, я не чувствую никакой головной боли после ношения этого ободка. Хоть я носила его минут пять. Но, да, в общем, прикольная штучка. Стоил он, кстати говоря, 7,99, 8 долларов с налогами почти 8,50. Но, знаете, вот эти бриллиантики, так сказать, они очень привлекают. Поэтому это, наверное, стоит своих денег. Да, какой вот у нас сегодня был обзор на то, что я купила в TJ Maxx. Я не знаю, насколько это зайдет хорошо моим русским зрителям. Потому что все-таки американцы, они вот реально болеют TJ Maxx. И они говорят, что TJ Maxx это either hit or miss. Это как, либо ты что-то находишь прям вау, либо ты вообще ничего не находишь. То есть, да, иногда очень прикольно походить по таким дешевым стоковым магазинам. Потому что реально есть вариант нарваться на что-нибудь очень хорошее, хорошего качества. Да, это там уже может быть не очень популярно в других магазинах, но как бы вам это нравится. И вы будете просто кайфовать от новых купленных товаров. Поэтому, ребят, не судите строго. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это очень помогает продвижению нашего молодого, но еще зеленого, как эти листики канала. У меня на подходе очень много видео с новой косметикой, но, к сожалению, из-за почты, которая работает сейчас невероятно медленно, я не могу ничего получить так быстро. То есть, у меня две посылки на подходе, и они все еще в пути. Хотя я заказывала, ну, премиум доставку, да, там 16 долларов или 17. Поэтому, да, ребят, пожалуйста, подождите. Надеюсь, что это все придет очень быстро. И мы с вами погрузимся в мир красоты, новой красоты, всех новинок. И, в общем, да, это будет интересно. Так что, да, ребят, всех целую. Я прощаюсь. Всем пока.